Когда мы с вами говорили о различных теоретических подходах В лидерстве, говорили о метамодели, то нам сообща, наверное, хотелось вернуться К достаточно привычной стезю размышления о лидерстве И размышлять в категориях какие-то конкретные качества Какие-то конкретные принципы 5, 6, 10 Чтобы зримо это было и понятно Попыток дать перечень необходимого для эффективного лидерства очень много И написаны различные книги, есть различные соображения, рекомендации Нет, наверное, какого-то единого правильного подхода, точки зрения Что необходимо в таком алгоритме 1, 2, 3, 4, 5 Чтобы достичь эффективности Тем не менее, некоторые авторы достаточно мудро могут дать достаточно понятные, ясные параметры В которых зримы качества, принципы эффективного лидерства Пару лет назад я познакомился с книгой Джеффри Муре «Unusual Excellence» Невообразимо эффективный Невообразимо эффективный лидер И он говорит о 9 качествах, необходимых для успешных лидеров И эти 9 качеств я перечислюсь, прокомментирую Но вводное замечание следующее Для введения В лидерстве главное действие, а не размышление о действии Лидерство – это практика И наше определение – показать путь и помочь убедить других следовать по этому пути Может происходить тогда, когда человек находится с людьми Когда он может показать им путь непосредственно Ну, может быть, конечно, через сообщения письменно Или какие-то другие там средства коммуникации Но должна быть, должна налажена быть коммуникация Он не может показать путь, если у него нет доступа к людям И если люди не слышат То есть должна быть коммуникация В лидерстве люди должны взять на себя ответственность за свои действия А лидеру нужно еще взять ответственность за действия других За общие действия И зачастую всем сообща, лидеру, отдельно, последователям Признание ошибки И аналитически сделанный правильный вывод из этой ошибки Это следующий шаг к успеху Потому что можно не повторить данные ошибки Лидерство – это, конечно же, продукт характера человека А не продукт его компетенций Потому что, как мы говорили с вами Анализируя первое послание Коринфянам 13 Люди могут иметь различные дарования, способности Быть высокими профессионалами, специалистами Но если у них нет необходимого характера, нравов Ну, сообща они не смогут добиться многого Лидерство – это идеи, эмоции Культурный менталитет, жизненный опыт Ожидание нашего окружения Это совокупность различных стратегий Это достаточно большая, емкая вещь Это жизнь Иногда мы даже не подозреваем Через какой элемент каких-то теоретических представлений мы проходим Но хорошо, когда разбираешься с вопросами лидерства На теоретическом уровне И хорошо, когда получается в жизни быть эффективным лидером Или эффективным последователем Джеффри Муре предлагает Девять Качеств эффективного лидерства Во-первых Они складываются в три категории Это важность характера Положительное качество у человека Во-вторых Это компетенции Важность умений И в-третьих Это результат Который может достичь благодаря определенным ценностям Вот по порядку Когда мы говорим о достоинстве и характере лидера Мы должны затронуть такой вопрос, как перспективу подготовки И даже в процессе выполнения какого-либо проекта Человек должен периодически останавливаться И анализировать Как псалмопеец обращается к Господу Богу Говорит Господи, зри, не на опасном ли я пути? Когда мы говорим о компетенциях и умениях Мы говорим о реальном вовлечении человека Его действиях Благодаря каким-то компетенциям он что-то может сделать Когда мы говорим о результате и ценностях То, вы знаете, их легче всего понять Когда посмотришь на прожитую жизнь Вообще люди начинают понимать, что самое главное К концу своей жизни Поэтому очень полезно слушать людей, умудренных жизнью Они начинают формулировать правильные вещи И чем раньше молодые люди прислушиваются к мудрости Мудрых людей И смогут жить в соответствии с определенными ценностями Тем реже им придется признаваться в том, что Ну, что ж я раньше не следовал такому совету Необходимо иметь или заслужить право вести за собой Вот существует формальная власть Ну, назначение Существует в лидерстве и возможность проявить инициативу Взять на себя ответственность Ради дела, ради пользы людей Это самое выдвижение Но есть еще и категория, о чем мы говорили с вами О соответствии лидеру Человек заслужил право вести за собой Он достоин того, чтобы я шел за ним Итак, несколько качеств Во-первых, лидер должен быть аутентичный Подлинный, настоящий А чтобы человек мог быть подлинным и настоящим Чтобы мог себя показать и дома И среди людей, и в обществе Таким, кем он является Ему сначала нужно самому разобраться Кем он является И самопонимание очень важно Аутентичный человек становится тот Который, в общем-то, признается В своих слабостях В том, что у него не получается В своих ошибках Настоящий человек, подлинный Это тот, который понимает себя Не только своей собственной перспективой Но еще и доверяет критике окружающих А это означает Нужно иметь желание услышать Других и умение слышать Среди положительных качеств Нужно отметить Такую устойчивую порядочность Но можно один поступок сделать достойный? Можно сделать правильное решение? Но в лидерстве очень важно Последовательность и постоянство Потому что лидерство – это и один поступок И совокупность поступков И оставить после себя определенное наследие Можно лишь только тогда, когда каждый день Является достойным поступком Правильным решением Правильным поведением И не ограничиваемся Лишь только одним днем А это целая линия жизни Доверие заслуживается Оно не зависит от власти Вообще руководителя не уважают Лишь только потому, что на дверях Его кабинета Там находится табличка Директор, президент, начальник К многим руководителям Относится неуважительно По разным причинам Но беда, когда неуважительно Относится, потому что Он не заслуживает уважения Скомпрометировал себя где-то Вот это беда Когда человек Создает атмосферу доверия Определенного Покоя Определенного состояния Что люди могут довериться Могут Рассказать о своих трудностях Признать какие-то ошибки То тогда возникает взаимозависимость Между лидером и последователем Возникает связка Возникает Дружба Доверие возникает в результате Порядочности и постоянства В честности и справедливости Положительное качество Руководителя Это способность Убедить Наилучших Сильных людей Продвигаться К осуществлению видения Вот Определенный недостаток Людей Профессионалов Ведет к тому Что иногда В организациях Принимают на работу Ну людей Не особо Компетентных Потому что других нет От недостатка Людей Порядочных На работу Иногда Принимают тех людей Которых Не стоило бы брать Но просто нет Рабочих рук Но в том состоянии Когда Есть возможность Делать выбор А выбор Нужно делать всегда То способность Убедить Лучших Из лучших Следовать За вами И Подключиться К видению Лучших Сильных людей Это Сильное качество Лидера Потому что Сильные люди Никогда не ощущают Чувство долга Идти за кем-то Они могут ощущать Этот долг Если То видение Которое есть у вас Соответствует Ценностям И видение Их жизни И они Видят Что это Долг Перед Всевышним Например Быть частью Того дела Которое Бог поручил вам Но люди Идут Сильные за теми У кого Очень мощное Видение Сильное Видение И кому Они доверяют Вот Заслужить И удержать Доверие У сильных Людей Профессионалов Духовно Крепких Людей Это Очень положительное Качество Лидера Такой Лидер Вдохновляет Окружающих И они Становятся Посвященными К достижению Общей цели Теперь Компетенции Компетенции Направленные На выполнение Задачи Направленные На восполнение Потребности Людей И на умение Стратегически Мыслить И действовать Стратегически Компетенции Направленные На Действия Для Руководителя Очень важно Умение Вести за собой Команду Профессионалов Это что означает Это означает Окружать себя Талантливыми людьми У которых есть Мнение Вот Талантливым Не нужен план Они сами Его создадут Они будут Действовать По тому плану В котором Они принимали Участие Окружать себя Людьми Где мы Видим Определенная Гармония Характера И профессиональных Умений Специалист С хорошим Характером Вернее Хороший Человек И прекрасный Специалист Человек Который Может Приглашать Мотивировать И Определять Ожидания Ставить Соответствующие Задачи Перед людьми С кем он Работает Когда Руководитель Может Пригласить Звезд В команду И сделать Из нее Команду Созвездия А не команду Индивидуалистов Это очень Хорошее Сильное Качество Лидера Потому что Звезды Должны Вписываться В команду Иначе Ничего Не получится Среди Компетенции И умений Лидера Очень важно Стратегическое Лидерство От анализа К планированию От планирования К действиям План План должен быть Простой Завершенный Ясный Понятный И вот Главное Не разрабатывать Столько план Сколько Быть посвященным Видению И реализации Этого плана Очень важной Компетенцией И характеристикой Эффективного Лидера Заключается В исполнении Плана Плана Действия План Намерений Это означает Что ему Нужно Вместе С командой Разработать Индикатор Реального Успеха Измерение Показателей Комечной Цели И промежуточной Ну вот Здесь Нужно Им Подходить Творчески Экспериментировать Учиться Организовать Культуру Обратной Связи Как мы Движемся Как у нас Получается Что у нас Не получается Это создание Такого Творческого Творческой Атмосферы Наблюдать За ошибками Делать выводы Что-то Исправлять Но стремление К победе Должно Передаваться От лидеров К каждому Члену Команды Приглашаем Вас принять Участие В глобальном Проекте По распространению Евангелия И расширению Библейского Образования От нас Зависит Будет ли Христианское Образование Доступно Поддержите Наш проект Молитвой И финансами О чем Молиться И как Пожертвовать Вы можете Узнать На сайте 3wtvtvseminary.com Теперь давайте Поговорим С вами О результате И о тех Компетенциях Которые Касаются Ценностей Для Лидера В принципе Наследие От них В кого В кого Вкладывали Кого Развивали Вот Важное Качество Для Лидера Что касается Ценностей Здесь Обратно Три Качества Открытый Честный Диалог С людьми Мюррей Формулирует Так Что Лидерство Это Чистая Вода Информации В обратной Связи Когда люди Говорят Правду Друг Другу Информируют И Не Стараются Что-то Придержать Или Что-то Приукрасить Ведут Разговор Честно Что Почему Когда Каким Образом Потому Что Когда Есть Чистая И полная Информация Тогда Можно Построить Какие-то Взаимосвязи И На чем-то Выстроить Свою Работу Поэтому Честность И Правдивость Необходимо При Анализе Что мы Делаем Что мы Сделали Как мы Достигли Успех Что Что от меня Ожидается Как У меня Получается Что У нас Не Получается И так Далее Честно Правдиво Работаем Дальше Среди Среди Ценностей Нужно Отметить Качество Принятия Решений И вот Как Разрабатываются Эти Решения Решения Обусловлены С одной Стороны Нравственностью И Приоритетностью Может Быть Альтернатива В принятии Решений Будет Это Делаем Или Другое Что выбрать Мне кажется Мюррей Правильно Подсказывает Что если Стоит Альтернатива Между Нравственным Или Безнравственным То конечно же Нравственным А если Оба Нравственные Решения Они Вполне Здравые Ну тогда Что более Приоритетно Что принесет Определенной Степень Эффективности И вот Мюррей Подсказывает Что Только Очень Сложное Решение Принимается Самостоятельно Это Когда Нужно Принять Решение Между Плохим И очень Плохим А все Остальные Решения Лидеру Лучше Принимать Сообща Но Иногда Ему Приходится Принимать Решение Самостоятельно Это очень Сложно Это Когда Есть Выбор И Нужно Очень Сложные Вещи Принимать Что Касается Влияния Лидера Иногда Оценивается Наследие Руководителя По Тому Что Он Сделал Для Организации Что Он Сделал Для Компании Но На самом То Деле Влияние Лидера Прежде Всего Это Влияние На Людей Которые Он Оказал Потому Что Благотворное Влияние На Людей Отражается На Эффективности Компании А Негативное Влияние Отрицательное Влияние На Людей Отражается На Неэффективности Предприятия Организации Общины Потому Что Только Забота О Людях Только Развитие Людей Остается В Памяти На Долгие Поколения Если Мы С вами Постараемся Каким-то Образом Сформулировать Необходимое Качество Лидера То Мюрей Подсказывает Нам Простую Модель Положительное Качество Человека Необходимые Компетенции Для Деятельности И самое Главное Ценности Которыми Человек Должен Руководствоваться Иными словами Три Вектора Что Важно В характере Лидера И это Нужно Проявлять Важные Компетенции Которыми Необходимо Обладают Для Эффективности И те Важные Ценности Которые Действительности Помогут Осуществить И дело И при этом Остаться В доброй Памяти У людей Аминь Компетенции Аминь Компетенции Важные Важные Компетенции Субтитры создавал DimaTorzok